всем привет мы продолжаем военную тематику канала и сегодня я вам покажу две масштабные модели советского основного танка t72a в масштабе 1 к 43 обе модели разработаны модемио инжиниринг они сделаны на одних литьевых формах модель сверху в коробочке premium classics это новинка 2020 года модель продается за 70 евро это примерно по нынешнему курсу 6300 рублей модель снизу выходила в рамках серии наши танки под номером 1 и первый выпуск продавали за 999 рублей модель также комплектовалась журналом и разница в цене в шесть раз и аналогичный танк также выходил в коробочке старт скейл моделс та модель была значительно дешевле чем европейский аналог premium classics машину продавали за 2450 рублей но тоже относительно большая сумма за такое качество проработки и как раз мы наглядно можем посмотреть а так ли плох журнальный вариант и стоит ли покупать более дорогостоящее изделие или можно ограничиться обычной журнальной серией и после доработки эту модель смело ставить на полку я небольшой поклонник военной техники у меня есть некоторые бронеавтомобили гусеничная техника но я их покупаю или ради спортивного интереса или как часть истории или просто как элемент декорации например для установки на тралы тяжеловоза и танк от premium classics я изначально не планировал покупать в свою коллекцию но начал собирать серию национальной народной армии гдр и эту модель взял как дополнение в коллекцию и также здесь есть некоторые моменты которые огорчили например на этом танке один из логотипов был наклеен кверх ногами я это сначала не заметил мне подсказали зрители канала когда я делал детальный видеообзор на этот танк и я думаю проще было бы взять более бюджетный вариант в коробочке старт скил моделс подобрать декали и наклеить их самостоятельно но что есть то есть модель уже в итоге остается в моей коллекции и давайте распакуем танк от premium classics у меня из журнальной серии только первый выпуск я не стал дальше продолжать пополнять коллекцию этой техникой повторюсь для меня она не представляет большого интереса и на мой взгляд более подходящий масштаб для таких танков это 1 к 35 там и больше выбор и лучше проработка а 43 масштаб это некий компромисс но хотя тоже удивительно эти модели вполне хорошо раскупают видимо здесь была хорошая рекламная акция и людей просто подсадили на эту серию и также напишите ваши комментарии собираете ли вы серию наши танки что там нового и вообще существует ли эта серия по сегодняшний день я уже довольно давно не интересуюсь различными журнальными сериями и показываю вам просто старые модели которые у меня были приобретены 2-3 года назад и вот так выглядит модель от premium classics она окрашена в классический темно-зеленый защитный цвет и в точно такой же окрас красятся и грузовые легковые автомобили и кострома красят эти модели и в рамках журнальных серий тоже попадаются такие цвета видимо просто купили огромную цистерну с краской но цвет повторюсь вполне походит на настоящий того времени и у этого танка свободно вращается башня на 360 градусов и это довольно легкая масштабная копия потому что из металла здесь только часть корпуса башня орудия и навесные детали здесь сделаны из пластика в данном случае они окрашены в цвет корпуса танка и по тону немножко отличаются пластиковые детали от металлических окрашенных в тот же цвет и здесь вполне нормальная детализация но у танка особо и нечего изображать элементы активной защиты также различные дальномеры приборы ночного видения и здесь установили еще на лючке пулемет правда на этом экземпляре почему-то его окрасили в цвет танка и на мою память эти детали должны быть черного цвета но опять же здесь видимо или не обратили на это внимание или решили сэкономить на черной краске и также если вы посмотрите здесь нанесли красным лаком дополнительные габаритные огни и осветительный прожектор здесь обозначен серебристой краской дуло у танка не сквозное можно было зачернить хотя бы отверстия зачернили небольшие отверстия на данных элементах защиты на катках бандаж обозначили черной краской но опорные катки здесь в статичном положении и вращается только ведущая звездочка но это не помогает потому что все равно гусеницы здесь приклеены в некоторых местах к опорным каткам и их тоже провернуть не представляется возможным и на этом танке гусеницы серого цвета на журнальном варианте а не черного цвета это скажем так пластик с добавлением размягчителя и он по прошествии времени может выделять пластификатор и оплавлять те детали с которыми он контактирует так что для страховки советую демонтировать эти детали или сделать какую-то подложку из фольги здесь черной краской обозначили вентиляционные отверстия над двигательным отсеком также присутствует дополнительный ящик два топливных бака есть балка она окрашена в песочный цвет и есть небольшой трос это прорезиненная деталь и она выглядит не очень реалистично можно было сделать или какую-то цепочку или как-то более изящно изобразить этот элемент и давайте теперь посмотрим на танк из журнальной серии он поставляется в блистере и это тот случай когда можно с уверенностью сказать что журнальная модель если не лучше во всяком случае она ничуть не хуже чем более дорогостоящие изделия и у меня такое ощущение как будто изначально эти модели и задумывались под журнальную серию и уже впоследствии их начали выпускать в более дорогом сегменте просто чтобы скажем так срубить немножко дополнительных денег и здесь особых отличий вы не найдете и на мой взгляд у этой модели более интересная подставка здесь есть некоторая фактура которая имитирует или какое-то глиняное покрытие или возможно какую-то дорогу не очень хорошего качества как раз вы можете сравнить две подставки в этом плане у premium classic podium выглядит не таким скажем так интересным хотя по размеру это абсолютно идентичные детали и здесь танк окрашен в двухцветный камуфляж и из-за этого краска нанесена более толстым слоем и также если вы посмотрите такое ощущение как будто в некоторых местах корпус промазан силиконом потому что они более блестящие чем например верхняя часть башни башня здесь тоже свободно крутится на 360 градусов и здесь в отличие от первой модели пулемет сделали в черном цвете и он выглядит более правдоподобно хотя остальные элементы здесь немножко упростили не окрасили отверстия в элементах защиты хотя черной краской обозначили дальномеры приборы ночного видения и здесь точно такие же топливные баки точно такая же балка правда в этом варианте она окрашена в цвет танка и точно такой же резиновый тросик только он здесь в черном цвете и давайте открутим эти танки от подставки перед демонтажом модели я советую убирать башню чтобы ненароком не повредить хрупкие детали я как-то один раз пытался открутить танк без снятия башни и у меня отвалилась одна деталь и к счастью она не поломалась просто нужно было приклеить ее на место но все равно скажем так это сэкономит вам время на последующем ремонте и интересно то что на этом танке пластиковые столбики точно такого же цвета как корпус танка на модели от премиум классикс они черного цвета конечно это не столь принципиально но вот такое наблюдение и здесь днище танка тоже вполне нормально это пластиковая деталь указана наименование танка т-72а серия наши танки масштаб 1 к 43 и естественно модель изготовлена в китае и здесь ходовую часть можно в теории сделать рабочей но для этого вам нужно приобрести как минимум два таких танка чтобы у одного отпилить торсионы как-то вклеить их на вторую модель и конечно это довольно сложная работа и я пока что не видел ни одного человека который реализовал ходовую часть на этой масштабной копии и давайте открутим от подставки вариант от премиум классикс тоже снимем у него башню на всякий случай чтобы ненароком не повредить ее вообще журнальная серия наши танки вполне интересная но повторюсь если говорить о тех людях которые собирают чисто военную технику я думаю 43 масштаб для них абсолютно не будет представлять какого-либо интереса уже все собрано в 35 масштабе и в более крупных есть и танки на пульте управления и такая техника популярна в германии я как-то тоже посещал одну выставку там люди показывали большие танки в 18 масштабе у них все функционирует они передвигаются там бензиновые моторы и техника не сравнится скажем так с этими крохотными поделками точно такое же оформление нижней части точно такой же шрифт наименования танка только он расположен в другом месте ну и точно такие же опорные катки и давайте поставим башню кстати можно ради прикола примерить башню от журнального танка к модели от премиум классикс она сюда встает без каких-либо проблем и как раз вы можете наглядно посмотреть как отличается оттенок темно-зеленого цвета получается вот такой забавный вариант и башню от премиум классикс можно поставить на журнальный вариант к счастью детали взаимозаменяемы на этих масштабных моделях и это радует потому что если мы вспомним журнальную серию автолегенды ссср у них вроде бы похожие машины как ваз 2101 ваз 21011 двойка делаются на разных формах и такое ощущение как будто эти модели разрабатывали разные люди потому что они даже отличаются по размерам и по пропорциям автомобиля это конечно не очень радует но вот так выглядит данный танк и соберем модель от премиум классикс и что можно сказать в заключении это вполне хорошая масштабная копия собирать эту серию я думаю нет особого смысла но как элемент диорамы можно взять пару масштабных моделей и например поставить их на тралл тяжеловоз вот именно для этой цели и брался вариант национальной народной армии гдр и чуть позже я вам покажу сидельный тягач масс 537 и тралл тяжеловоз под который заточена эта масштабная копия если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и не забывайте заглянуть на мой основной канал там тоже выкладываются регулярно разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока